Библейский портал экзегет.ру представляет 29 глава книги «Чисел», читаю перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». «Чисел» тут будет много в 29 главе, ну, книга так и называется, здесь «Перечисление народа», а еще «Перечисление различных животных, которые приносятся в жертву». Глава скучная, но что поделать, мы не приносим этих жертв, прочитать ее все равно придется. Принцип один и тот же. Каждый из праздников – это повод для жертвоприношения, приносится всесожжение, то есть жертва, которая сжигается целиком и полностью, и она выглядит, в общем-то, как пир, но только пир, который полностью отдается Богу. Это животное, несколько животных обычно, каждое животное сопровождается хлебным жертвоприношением, ну, как мясо жарили и с хлебом его ели, и возлиянием вина. «Первый день седьмого месяца, да будет для вас священным, не делайте никакой работы, это день, когда трубят в трубы». Ну, собственно говоря, вот это Новолуния, то есть связано с тем, что в Новолунии тоже приносили жертву, описанной в предыдущей главе. «Принесите в жертву быка, барана и семь годовалых ягнят без изъянов, как всесожжение, как благоуханный дым, приятный Господу. Сопровождайте жертвоприношение хлебным приношением из пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом. Три десятых эфы на быка, две десятых эфы на барана и по одной десятой эфы на каждого из семи ягнят. «Кроме того, принесите в жертву козла, как очистительную жертву для вашего искупления. Эти жертвы должны прибавляться к жертвам, положенным в Новолунии, к регулярным всесожжениям, с хлебными приношениями и возлияниями. Это дар Господу, благоуханный дым, приятный ему». Десятый день седьмого месяца будет для вас священным. Ну, собственно, день трубы – это нынешний еврейский Новый год, Рожешана. А здесь, емкий пор, день умилостивления. Седьмой месяц, потому что отчитывается от весеннего начала Нового года, да, сегодня уже поменялось с начала года. Итак, десятый день седьмого месяца будет для вас священным. Поститесь и не делайте в этот день никакой работы. Предписывается пост как день такого покаяния в своих грехах. «Принесите в жертву быка, барана и семь годовалых ягнят, как всесожжение Господу, как благоуханный дым, приятный ему. Жертвенные животные должны быть без изъянов. Сделайте также хлебное приношение из пшеничной муки, которое смочено оливковым маслом. Три десятых эфы на быка, две десятых эфы на барана и по одной десятой эфы на каждого из семей ягнят. Кроме того, принесите в жертву козла, как очистительную жертву». Ну, схемы везде одинаковые. «Эти жертвы должны быть прибавляться к очистительным жертвам дня искупления и к регулярным всесожжениям с их хлебными приношениями и возлияниями». «Пятнадцатый день седьмого месяца, да будет для вас священным. Праздник шалаши или суккот, как его называют современные иудеи. Не делайте в этот день никакой работы. Семь дней исправляйте праздник Господний». Интересно, что они никак нигде в этих главах не упоминают смысл праздников. Это и не нужно, потому что здесь чисто ритуалистический подход. Смысл будет объяснен в других, и уже был объяснен в других местах. «Семь дней исправляйте праздник Господний. Принесите в жертву тринадцать быков, двух баранов и четырнадцать годовалых ягнят, как всесожжение, как дар Господу, как благуханный дым, приятный ему. Жертвенные животные должны быть без изъянов. Сопровождайте жертвоприношение хлебным приношением из пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом. По три десятых эфы на каждого из тринадцати быков, по две десятых эфы на каждого из двух баранов и по одной десятой эфы на каждого из четырнадцати ягнят. Кроме того, принесите в жертву козла, как очистительную жертву. Эти жертвы должны прибавляться к регулярным всесожжениям с хлебным приношением и возлиянием. Ну, приготовьтесь, раз праздник семидневный, все будет расписано на каждый день. Тогда не рисовали таблиц. Тогда все писали долго и подробно. Во второй день 12 быков, два барана и 14 годовалых ягнят без изъянов. Жертвоприношение быков, баранов и ягнят должно сопровождаться положенным хлебным приношением и возлиянием в соответствии с числом жертванных животных. И козел — очистительная жертва. Эти жертвы должны прибавляться к регулярным всесожжениям с хлебным приношением и возлиянием. В третий день 11 быков, 2 барана и 14 годовалых ягнят без изъянов. Жертвоприношение быков, баранов и ягнят должно сопровождаться положенным хлебным приношением и возлиянием в соответствии с числом жертвых животных. И козел очистительная жертва. И эти жертвы должны прибавляться к регулярным всесожжениям с хлебным приношением и возлиянием. Вот как прямо они приносили, приносили, приносили жертвы, так мы читаем, читаем, читаем. В четвертый день 10 быков, 2 барана, количество быков уменьшается каждый раз. 2 барана и 14 годовалых ягнят без изъянов. Жертвоприношение быков, баранов и ягнят должно сопровождаться положенным хлебным приношением и возлиянием, в соответствии с числом жертвенных животных, и козел очистительной жертвой. Эти жертвы должны прибавляться к регулярным всесожжениям с хлебным приношением и возлиянием. Так, чтобы уже никто не сомневался, каждый день можно было найти прямо все описание. В пятый день 9 быков, 2 барана и 14 годовалых ягнят без изъянов. Жертвоприношение быков, баранов и ягнят должно сопровождаться положенным хлебным приношением и возлиянием, в соответствии с числом жертвенных животных, и козел очистительной жертвы. Эти жертвы должны прибавляться к регулярным всесожжениям с хлебным приношением и возлиянием. Шестой день 8 быков, 2 барана и 14 годовалых ягнят без изъянов. Жертвоприношение быков, баранов и ягнят должно сопровождаться положенным хлебным приношением и возлиянием, в соответствии с числом жертвенных животных, и козел очистительной жертвой. Эти жертвы должны прибавляться к регулярным всесожжениям с хлебным приношением и возлиянием. Седьмой день. Семь быков, два барана и 14 годовалых ягнят без изъянов. Жертвоприношение быков, баранов и ягнят должно сопровождаться положенным хлебным приношением и возлиянием в соответствии с числом жертвенных животных. И козел, очистительная жертва. Эти жертвы должны прибавляться к регулярным всесожжениям с хлебным приношением и возлиянием. Восьмой день. Завершающий день праздника. Не делайте в этот день никакой работы. Принесите в жертву быка, барана и семь годовалых ягнят без изъянов, как всесожжение, как дар Господу и благоуханный дым приятный ему. Жертвоприношение быков, баранов и ягнят должно сопровождаться положенным хлебным приношением и возлиянием в соответствии с числом жертвенных животных, и козел очистительная жертва. Эти жертвы должны прибавляться к регулярным всесожжениям с хлебным приношением и возлиянием. Приносите все эти жертвы Господу в назначенные дни, помимо ваших жертв по обету и добровольных жертв, будь то всесожжение, хлебное приношение, возлияние или першественная жертва. То есть два варианта жертв. Эти регулярно, каждую субботу, каждое новолуние и каждый день соответствующего праздника. А кроме того, люди могут приносить жертвы по обету, когда они что-то обещали Господу. Если ты, Господь, поможешь, если то-то произойдет, я принесу тебе жертву. И добровольно, просто человек захотел. Вот есть обязательная программа, есть добровольная. И так это все здесь и описано. В 30 главе будет рассказано о некоторых других особенностях вот этого ритуального права. Мы заговорили об обетах только что. В 30 главе нужно разобраться, как исполнять обеты. Это и будет сделано. Продолжение следует...